ребят всем привет добро пожаловать ко мне на канал сегодня ровно месяц как я переехала жить за город в свой дом этим я поделилась на своем youtube канале который я уже вела несколько лет и я выложила ролик о том что я купила свой дом за городом и буду жить одна в деревне я даже предположить не могла что этот ролик наберет столько просмотров и что этот ролик даст огромнейший толчок росту моего канала сегодня вас уже на моем канале 10000 10000 человек поддержали меня в моем решении переехать за город и жить в своем доме и дали мне обратную связь дали мне море поддержки море позитивного настроя и вам моим дорогие подписчики я говорю огромное спасибо теперь мы с вами целая команда вместе мы с вами справимся теперь с любыми невзгодами с вашим огород посадим картоху посадим не знаю перцем все посадим потому что теперь я понимаю что такое огромнейшая поддержка подписчиков я вам очень благодарна что вы у меня теперь есть потому что как говорится не имея 100 рублей а имей 100 друзей всем вам большое спасибо ну а сейчас немного о грустном я заболела к сожалению заболела сама не знаю как так получилось но болезнь меня прямо знаете вот в раз подкосила и я слегла прям слегла с высоченной температуры по 39 состояние было сами понимаете что никакое я еле-еле переночевав одну ночь здесь дома я поехала в поликлинику потому что я понимаю что мне надо на работу но я вообще не в состоянии ходить куда-то но я даже стоять толком не могла я даже сейчас не помню как я доехала до поликлиники как я отсидела отстояла эти очереди я помню что пока я стояла в очереди в регистратуре меня сильно тошнило я побежала в общем в общем в туалет побежала и пока сидела к терапевту тоже состояние было очень плохое меня сразу отправили на больничный потому что высоченная температура горло сразу отправили меня на мазок чтобы проверить на этот вирус и сразу мне дали направление на снимок легких может быть у меня пневмония вот но на снимок я не смогла пойти потому что ну то я не смогла пойти поэтому я пойду уже в понедельник на снимок поеду сейчас я как вы поняли уже надеюсь я дома меня привез вчера брат в общем сейчас мне уже полегче температуру мы смогли сбить температуры слава богу у меня уже нету это очень хороший показатель потому что ну во первых я начала конечно же пить антибиотики все вот эти лекарства сильно действующие и они все-таки дали результат и мне уже более-менее хорошо но на больничном я буду сидеть еще ну продолжительное время во первых еще придет результат мазка и еще будет снимок легких возможно тихо говорю но мне горло болит я не могу громко говорить вот такие вот тема ну а сейчас немного по дому пробежим хочу в зале поменять шторы я нашла у меня была тюль там довольно таки большой кусок она висела у меня давно уже и я ее потом убрала но в общем не суть я ее сложила пополам и примерила на эти два окна если ее разрезать то как раз мне хватит на два окна она как раз кусочки будут по ширине окна и все будет просто замечательно я хочу сюда повешать синие уже шторы а вот эти убрать поэтому планы вот сегодня вот такие сейчас я закину тюль в стирку и потом ее уже сразу разрежу пополам поглажу и буду тоже поглажу шторы и буду вешать вот так вот сделали небольшую перестановку вчера давать поставили вот сюда шкаф этот наконец-то мы вчера утащили с ним туда в маленькую комнату где будет ванная сейчас это пока у меня как кладовка гардеробная то есть туда все у меня уходит уходят и в общем поставили кровать сюда к этой стене к изголовью чтобы было теплее от этой стены вот я сейчас кстати дом протопила до 31 градуса и дома слава богу очень тепло и вот здесь вот стена вся она такая горячих очень хорошо вот и разбирая потихоньку вещи и самое главное здесь такой солнечный свет яркий прям так светло в этой комнате и прям такая замечательная спальня получается что здесь будет просто сказочно утром просыпаться и солнышко будет светить это просто сказка я прям хочу вот здесь спальню ну вот как собака спит на солнышке тоже так хочу спать откинув лапки и сюда на окошечко надо тоже что-то повешать какую-то другую шторину возможно либо эту подшить не знаю посмотрю еще ну вот так вот пока топчусь топчусь я пока так и не смогла подключить интернетный кабель потому что в техподдержке мне сказали что надо сюда вести обязательно компьютер там как-то подключаться в общем а у меня компьютер там в городе на квартире собаки хорошо еще надо вот эти игрушки наверно как-то расставить и вот книги тоже еще у меня в пакете не разобраны сюда еще кстати поставили эту тумбу не знаю нужна она мне не нужна пока я еще не определилась вот она такая страшненькая ее конечно можно знаете обклеить клейкой лентой или вообще зашкурить и покрасить но для покраски наверное сейчас погода не очень и ее надо же на веранде будет красить поэтому наверное ее можно обклеить чем-то и она может еще пока что послужить хотя я не знаю пока не знаю что с ней делать она пока тут стоит я ее хотела вот сюда поставить чтобы мне вот так если что телефон очки положить но так как вот от этой штуки от этой дверцы вот здесь вот очень горячо я ее задвинула сюда в общем с этой тумбы пока ничего не ясно вот и наш наша красавица которая благополучно теперь просит кота появился в общем у меня вот такой вот ковер постелили его конечно на кухню потому что ну не нашли больше куда его постелить он небольшой вот как раз под стол и вот так вот его постелили чтобы было тепло кушать мне потому что все таки от погреба сильно дует и погреб закрыли теперь уже ковром вот ну и муркина радость она теперь катается по этому ковру ну и как вы поняли она уже просит кота брат повешал этот шкаф но ну вот в общем знаете как вот смог потому что стена она полупустая там брусков практически нету и этот шкаф получается ниже висит этот выше но в общем шкафы висят теперь вообще не по фэншую а как могут так и висят ну хотя бы так что хоть не стоит на полу я теперь могу хотя бы ну вот хотя бы без стульчика дотянуться до ручки вот хоть что-то туда сложить уже можно ну такое чем знаете редко пользуюсь я теперь могу туда убрать вот ну а до полки я в принципе нормально дотягиваю перенесли вот этот шкаф из спальни вот сюда в ванную как я уже сказала и перенесли мой разобранный шкаф тоже сюда поставили и я сюда уже более-менее разложила свои вещи ну так знаете насколько сил хватило потом я конечно все буду перекладывать уже более-менее так по нормальному ну в принципе я теперь довольна что хотя бы можно уже вещи сюда хоть какие-то сложить вчера мне брата вот такую вот дверь из фанеры чтобы закрывать вот те комнаты большую комнату и спальню но оставили вот такой вот вверху краем чтобы мурка туда не заходила и не гадила там потому что кошка стала сильно гадить и в общем я приняла решение я ее все-таки отдам обратно хозяйке соседке потому что никак она тут видимо не прижилась мне коллега по работе сказала что если кошка начала себя так вести значит толку никакого не будет да и вы многие писали что кошка слишком взрослая надо было брать котенком и перевоспитать приучить ее к лотку будет очень сложно потому что там она была явно к лотку не приучена и ходила и наверное и в подпол и в уголь и куда угодно поэтому я приняла решение кошку я буду отдавать им знаете все таки плохо вместе они как-то даже не прижились и как-то они не нашли общий язык кошка с собакой конечно жалко что придется ее отдать но ничего не поделаешь раз уж так получилось что теперь многие у меня спрашивали в комментариях а как заедет трактор мои хорошие если я говорю что трактор заедет на участок значит я наверное знаю что он сюда заедет вот посмотрите вот это вот забор эту сетку легко убрать она очень легко уберется и трактор спокойно заедет здесь и все перепашет перекопает вот она собака она идет по моему огороду у них тут уже свои трубки дорожки сейчас мы проследим куда она пойдет вот и представьте я буду летом в огороде что-то делать а эти собаки просто будут там ходить сейчас Продолжение следует...